Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. Сегодня мы попытаемся понять, почему Ной не проклял хама. Кстати, только очень невнимательные люди считают, что Ной проклял хама. Но это небрежное отношение к Слову Божию. В чем преступление хама? Когда уже люди жили после потопа, то произошло следующее. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И вот поведение хама. И увидел хам, отец Ханаана, Ханаан – это сын хама, на готу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим. А вот здесь для чего-то уточняется, что хам – отец Ханаана. Такое уточнение на священном языке называется «Рэмис», то есть намек на некое обстоятельство. Возможно, что Ханаан, сын хама, он первый увидел Ноя в таком состоянии и рассказал своему отцу. А хам, убедившись в том, что сказанное Ханааном верно, он поспешил рассказать об этом двум своим братьям. Иофету, и Симу. Но когда Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и мы читаем 9 глава, 25 стих, и сказал, то есть Ной, проклят Ханаан, имеется в виду внук Ноя, а не сын, раб рабов будет он у братьев своих. Почему Ной не проклял хама? Это связано с тем, что описано в 9 главе, в 1 стихе. Здесь сказано, что «Когда они выходили из Ковчега, и благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». То есть Бог благословил Ноя и его сыновей – Сима и Афета и Хама. А то, что Бог благословил, проклинать нельзя. Поэтому проклятие ложится не на Хама, а на Ханаана, сына Хама. Какое нравственное приложение может быть у этой экзегеза? Кто является благословленным от Бога? Священнослужители, как облеченные в божественную власть. Также благословения от Бога имеют правители страны, даже нечестивые, когда Господь их использует для наказания грешников в этой стране. Даже языческие правители в Библии называются помазанниками. Например, царь Кир называется помазанником Божьим, хотя, без сомнения, он был язычник. Если кто-то злословит высшую власть, светскую, в Священном Писании очень строго выговаривается с таким людям, что они сами не знают, что они делают. Или кто-то злословит представителей церковной власти, священнослужителей, пастырей и архипастырей церкви, а в Писании сказано, не прикасайтесь к помазанникам моим. И если мы желаем счастья для наших детей, для себя, то мы должны воздерживаться от греха хамитства, когда человек относится без почтения и уважения к вышестоящим. В книге «Деяния святых апостолов» рассказывается о том, как апостол Павел долгое время не находился в Святой Земле, и он не знал, кто на тот момент уже стал первосвященником, потому что в те времена часто смещали первосвященников. И когда его допрашивали в присутствии первосвященника, и первосвященник дал команду бить Павла по лицу, Павел, обращаясь к нему, не зная, что он первосвященник, сказал, стена подбеленная, что ты говоришь, чтобы били меня? За что? А люди, стоящие рядом, сказали, что ты делаешь? Ты злословишь первосвященника. И Павел, как бы испугавшись, говорит, я не знал, что он первосвященник. И Павел цитирует закон Божий, ибо в законе Божьем сказано, начальствующего в народе твоем не злословь. Но это был не христианский первосвященник, это был иудейский первосвященник, который, скорее всего, как член Синедриона, еврейского Сангидрина, участвовал в приговоре Христа. Но заповедь есть заповедь. И апостол Павел пишет о том, что надо повиноваться властям не только из страха наказания, но и по доброй совести. А апостол Петр настаивает «Бога бойся, царя», то есть правителя, чти. А царь во дне апостола Петра – это был зверь из бездны, император Нерон. Он так и называется в апокалипсисе – зверь из бездны. Но так как Слово Божие настаивает на том, что мы должны уважать сам принцип власти, то мы должны выучить этот урок, то, что Бог благословил, мы не имеем права проклинать. Иной не мог проклясть хама, хотя начало этого греха как раз на смешке хама, греха хамидства, он проклинает его сына, своего внука по имени Ханаан. Таким образом, Священное Писание показывает нам, что опрометчиво поступают люди, которые допускают злословие, особенно по отношению к вышестоящим, ибо, как сказано в Законе Божьем, начальствующего в народе Твоем не злословь. Итак, мы выучили еще один урок библейский из трудного текста Священного Писания. Если мы будем живы, Господь позволит. В следующий раз мы продолжим наше занятие по трудным местам Священного Писания. Подписывайтесь на библейский портал «Экзогет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. и берегите себя.